Здравствуйте, меня зовут Наталья. У меня сын пятилетний, а его зовут Сарин. Хочу поделиться ощущениями после первого сеанса с Давидом. Сеанс был сегодня, около 9 часов дня. У меня, у Давида, наверное, было 4 часа. Мы связались с ним. Потом он сказал, что мы должны описать или написать как бы проблемы нынешние у Сарина. Я быстро отправила, и через несколько секунд мы начали разговор. Потом Давид сказал, что если я могу уединиться, он сначала спросил, как у нас дела, где мы живем, где мы находимся. Я сказала, что мы находимся в Канаде. Он спросил, как живется здесь. Мы сказали, что нам нравится здесь, более стабильно, чем в Молдове. Потом я уединилась в другой комнате, и Давид сказал мне, что если я могу закрыть глаза, и прислушать музыку, и дышать ровно, это была как медитация. Я закрыла глаза, и начала чувствовать как бы спокойствие, как будто находилась на пляже. Потом чувствовала себя как будто под куполом, такая маленькая. И потом чувствовала, как будто голова такая большая. Но после несколько минут, не знаю, где-то может быть 10 или 15 минут, присоединился и Сарин, мой сын, и он очень четко как будто сидел, смотрел, ничего не говорил, но потом начал что-то бормотать. И Давид начал разговаривать с ним более серьезно, говорить, почему ты не разговариваешь, хочешь ты быть как собачка или котенка, почему ты не... что, начинаешь гавкать или что-то в этом роде. И Сарин такой слушал очень внимательно. Ну, он всегда как бы потом начал играться возле меня. В основном мы разговаривали с Давидом о моих ощущениях, то, что я иногда чувствую себя виноватой в этом, что ли. И он сказал, чтобы я перестала думать об этом, что то, что было, это было. И насчет моих чувств как бы никто в этом не виноват. Так случилось, то, что было, это было, не можно изменить. Главное, что мы дальше верили в него, и он начнет как бы разговаривать с нашей помощью, конечно. Хочу сказать спасибо Давиду, и ждем дальнейшие сеансы, чтобы излечить Сарина, и чтобы он начал разговаривать и развиваться, как обычный ребенок. Спасибо и вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!